Приветствую всех! Ну что, дорогие мои альтернативщики и плоскоземельщики, соскучились по моим опровержениям и разоблачениям? Сегодня мы будем опровергать всем известного сторонника плоской земли Евгения из Германии, более известного как Германикус Максимус. Зашел у нас с ним недавно разговор про практические доказательства плоской земли. Но он, как обычно, в своей манере решил съехать на другую тему, а именно световую дорожку на воде, как якобы доказательство плоской земли. Заявляет он, мол, вот вы покажите световую дорожку на шаре, тогда и поговорим. Он давно еще в своих старых видео заявлял, что на шаре дорожка невозможна и вообще она должна выглядеть не так. Хорошо, не вижу проблем, смоделировать световую дорожку на шаре довольно просто, было бы желание. Вообще, плоскоземельцы часто упоминают это якобы доказательство, что якобы на шаре такая световая дорожка невозможна. Почему невозможно, они, естественно, толком объяснить не могут. Вот и наш Евгений упомянул всем известный закон геометрии про угол падения и угол отражения, но развить мысль так и не смог или не захотел. К слову о геометрии. Хочу показать вам сайт, где световая дорожка объясняется как раз с точки зрения геометрии. Там наглядно показано, почему мы видим именно дорожку, а не световое пятно. Ну и вот вам еще одно неплохое видео, объясняющее, почему вообще эта дорожка возникает. Рекомендую его посмотреть. Но мы с вами будем говорить не о самом явлении, а о его возможности на шарообразной земле. Ну и одно дело объяснение, а другое наклядная демонстрация. И на этом мы переходим к моей модели. Ее создание заняло совсем немного времени, буквально несколько минут. При желании любой желающий может повторить. Для остальных я оставлю ссылку на модель в описании. При создании модели я воспроизвел все с соблюдением масштабов, хоть это и не столь важно в данном случае. Форма и размер земли, расстояние до Луны и так далее. Для максимально реалистичной демонстрации расчет отражений количество полигонов в модели поверхности воды исчисляется сотнями тысяч. Единственное несущественное упрощение – максимально детализированная поверхность воды создана на небольшой поверхности земли. Это круг радиусом около 150 километров. Думаю, этого будет достаточно. Итак, смотрим. Как видите, поверхность воды на шаре создает точно такую же световую дорожку, как мы все с вами привыкли в виде. Для тех, у кого тут сразу возникают вопросы, естественно, никаких фокусов и визуальных эффектов в модели не использовалось. Любой желающий может это проверить, скачав модель по ссылке. Здесь используется исключительно геометрия и тот самый закон отражения. И я даже скажу больше – форма земли здесь вообще ни при чем. Такая световая дорожка будет практически одинаково выглядеть и на шаре, и на плоской поверхности. Чтобы это показать, я сделал еще одну модель. Все тот же источник света в виде Луны и две поверхности. Как видно, одна из них плоская, вторая – изогнутая. Тут детализация, кстати, еще выше. Количество полигонов исчисляется уже миллионами. И как вы можете наблюдать, световая дорожка на них практически идентичная. И даже более того, эта самая дорожка при восходе, например, начинает появляться от наблюдателя, как ей и полагается на шарообразной земле. И что полностью соответствует реальным наблюдениям. Думаю, на этом можно и закончить. Подведем итог. Световая дорожка на воде очень даже возможна на шаре, и более того, именно такой она и должна быть на шаре. Германикус снова оказался неправ, а у плоскоземельщиков осталось еще меньше так называемых аргументов в пользу плоской земли. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.